Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 60 объектов здравоохранения в Карагандинской области требует ремонта на общую сумму 7 миллиардов тенге. Глава региона Ерлан Кушанов совершил визит в медицинские учреждения. За взятку в размере 200 тысяч тенге задержан заместитель начальника областного департамента по ДЧС Вадим Магомадов. Чиновника задержали с поличным. Около 4 тысяч школьников Карагандинской области бесплатно посетят международную выставку Экспо в Астане. Бесплатные билеты получат отличники, дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Поэтапно будут отремонтированы все объекты здравоохранения Карагандинской области, которые в этом нуждаются. А нуждаются в ремонте 60 больниц и поликлиник. Глава региона Ерлан Кушанов совершил визит в медицинские учреждения. Более полусотни объектов здравоохранения в Карагандинской области требуют ремонта на общую сумму 7 миллиардов тенге. Такие данные озвучил руководитель управления здравоохранения во время визита в областную клиническую больницу Акима области Ерлана Кушанова. Он ознакомился с внутренним состоянием терапевтического отделения. Последний раз ремонт в этом корпусе проводился в 1986 году. Выслушав врачей, Ерлан Кушанов заявил, что больница сегодня переживает не лучшие времена. Я не знаю, как. Врачи, вам надо орден дать за такой подвиг, что в таких условиях вы лечите людей. То есть я каждый раз говорю, в каждом выступлении надо улучшать предоставляние качественной медицинской помощи. А в таких условиях какой медицинский? Ремонт отделения будет произведен в течение двух лет. Всего на проведение работ потребуется свыше 500 миллионов тенге. Половина необходимой суммы будет выделена из бюджета уже в этом году. Вот именно по этой больнице в этом году мы должны начать. Есть. Да. Деньги выделены частично. 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 Найдем деньги. Надо в этом году начать. С этого отделения начинаем, да? Походим. Да, беззаверно. Узбар. План есть. Откуда начать, где-то, чем закончим. Всего в области нуждаются в ремонте 60 объектов здравоохранения. С учетом имеющихся возможностей, их планируют отремонтировать поэтапно. По итогам посещения, Ерлан Кушанов дал поручение в короткий срок составить календарный график по проведению ремонтных работ в медицинских организациях. Помимо ремонта, глава региона распорядился обновить мебель и дооснастить терапевтическое отделение больницы необходимым оборудованием. Андрей Тенлужас, Габбасов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. В Караганде урологические операции теперь проводятся за 25 минут. Это стало возможным благодаря первому эндоскопическому аппарату. О работе и возможностях аппарата в ходе мастер-класса рассказали специалисты Астаны. Стоит отметить, наш регион лидирует в республике по приобретению медицинского оборудования лидинговым путем. Первый эндоскопический аппарат был выделен городской поликлинике номер один Октябрьского района. Причиной этому стал прошлогодний рост числа урологических заболеваний. В этой связи открылось и отделение урологического обслуживания. Теперь центр планируется оборудовать современными оборудованиями с помощью лизинга. И за это время мы оказали 55 200 услуг больным на этом оборудовании. Хочу обратить внимание и подчеркнуть, что это имеется в виду бесплатные для больных в рамках гарантированного объема. Это абсолютно не платные услуги, это бесплатные пределы гарантированного объема. Что касается урологического нашего коек, нашего отделения, которые развернуты на базе хирургического отделения, значит потребность очень большая. Мы живем в отдельном районе, здесь проживает 72 тысячи населения. Хирургический аппарат фирмы Олимпус Корпорейшн и электрохирургический аппарат Дорниер по лизингу были приобретены на суммы свыше 67 миллионов тенге. Благодаря аппарату за 25 минут можно сделать урологические операции легкого характера. А для больных с более серьезными формами заболевания операционное время составляет 1,5-2 часа. Редкими аппаратами центр снабдило акционерное общество Казмиттех. И за это время у нас оборудование поставлено на 404 миллиона тенге, то есть практически на полмиллиарда, это 20 единиц оборудования. Мы практически полностью таким высокотехнологичным оборудованием наш стационар за эти годы обеспечили. В том числе последние годы сейчас, в том числе оборудование, мы имеем возможность закупать не только для стационарного, но и для поликлинического. Для внедрения практического опыта по использованию нового оборудования состоялся мастер-класс. Его провели опытные врачи. С помощью эндоскопического аппарата провели первую показательную операцию. Мир не стоит на месте в технологии развиваться. И какие бы у вас не были золотые руки и светлые головы, порой без нового оборудования, это организовать своих людей не получается. Сейчас коллеги получили в свои руки прекрасное оборудование. Не просто оборудование эндоскопическое, а топовое оборудование. Стоит отметить, что Караганда стала лидером в республике по приобретению медицинского оборудования с помощью лизинга. Управление здравоохранения в скором времени планирует приобрести новые аппараты и для других больниц. Показательная операция прошла успешно. Столичные врачи намерены пробыть в Караганде до окончания обучения. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За взятку в размере 200 тысяч тенге задержан заместитель начальника областного департамента по ДЧС Вадим Магомадов. Чиновника задержались по личным сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции. Заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Вадим Магомадов обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений. По версии следствия, полковник гражданской защиты, злоупотребляя полномочиями, неправомерно снижал суммы штрафов за выявленные нарушения правил пожарной безопасности субъектами предпринимательства. А также получал незаконные вознаграждения за продление сроков исполнения предписаний. Сегодня при получении взятки в размере 200 тысяч тенге от предпринимателя Магомадов задержан с поличным и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Один миллион тенге выделяет фонд благотворительной помощи семье погибшего кочегара. Напомним, что 1 апреля недалеко от поселка Шахан обнаружено тело кочегара Мирамбека Жиенбаева, который дежурил в котельной в день трагедии. Попечительский совет благотворительного фонда единогласно проголосовал за то, чтобы выплатить один миллион тенге семье погибшего кочегара. Деньги будут перечислены на банковский счет вдовы. Фонд поможет открыть счет и получить реквизиты. Также попечительский совет намерен обратиться к администрации банка с просьбой не снимать комиссионные деньги при оказании услуг. В фонде подчеркивают, что погибший кочегар не является виновником взрыва отопительного котла. Во всяком случае, правоохранительные органы вину не установили. На сегодняшний день фондом приобретены все квартиры для пострадавших. Выплачена материальная помощь, а также компенсация за потерю имущества. Также решился вопрос с финансированием выноса котельных Шахана из жилых домов. Фонд не будет это финансировать. Глава области дал задание изыскать бюджетные средства на модернизацию системы отопления. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Бесплатный билет на международную выставку «Экспо» как поощрение за отличную учебу. В специализированной школе имени Нагмета Нурмакова решили по-особому наградить лучших учеников. 3750 школьников Карагандинской области посетят международную выставку «Экспо. Энергия будущего». Причем посетят бесплатно. И это число не окончательное, а отбор еще ведется. Заветный билет в качестве поощрения получат отличники. Предусмотрены бесплатные билеты и для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость данной путевки составляет 27 тысяч тенге. То есть туда входит трехдневная программа посещения. То есть они будут посещать саму выставку. Также проживать в политехническом колледже города Астаны в общежитии. Питание, проживание и посещение культурно-досовых мест города Астаны. Алексей Гребенкин – воспитанник детского дома «Таншулпан». Учится в специализированной школе имени Негмета Нурмакова. Робототехникой увлекся сразу, как только этот предмет появился. На прошлогоднем фестивале «Роболэнд» Алексей занял второе место. Сегодня он один из тех, кто побывает на международной выставке. Для меня очень важно увидеть своими глазами новые мировые достижения науки. Особенно в области альтернативных источников энергии. Дальнейшую судьбу хочу связать с IT-технологиями. Так как будущее за инновациями. Стоит отметить, что на приобретение билетов на ЭКС по областным бюджетам выделено около 50 миллионов тенге. Тем из школьников и студентов, кому не достался бесплатный билет, могут приобрести его с 50-процентной скидкой. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Старый советский паспорт у жителей Бухаржираусского района до сих пор на руках. В рамках проекта «Доверие населения» сотрудники прокуратуры и миграционной полиции оказали помощь в изготовлении документов. Под надзор попали пять отдаленных сельских округов района, в ходе которого выяснилось, что семь жителей региона имеют при себе лишь паспорта образца 1974 года. Среди них и мать Юлии Бутановой, Любовь Бутанова. Жительница села Волковская Бухаржираусского района 27 лет, живет без документов. Женщина проживает в отдаленном районе, где не ходят автобусы, а для поездки на такси нужно 10 тысяч тенге. Благодаря мобильной группе 58-летняя Любовь Дмитриевна теперь сможет оформить пенсию и удостоверение личности 16-летнему сыну. Многие люди в этом селе финансово не готовы себя документировать, потому что нет никакой возможности работы, заработка тоже там нет. И как бы сейчас проводят работу, то что это очень как бы хорошо, удобно. Вот эта мобильная группа, она очень помогла, она и делает сама, и запросы, и как бы во многом решает вопросы, помогает. И это гораздо быстрее. Я как бы считаю, что это удобно, и каждый должен, пока у нас есть такая возможность, документироваться. Незамедлительно у этих двух граждан приняты необходимые документы для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. В пяти отдаленных сельских округах были выявлены семь человек с советскими паспортами. Был отчислен выезд в сельские регионы, был прием граждан. Там в ходе приема граждан выяснилось, что действительно люди находятся без удостоверения личности, имеются только паспорта, у кого-то только свидетельство о рождении. Поэтому мы изначально сначала проконсультировали, сказали, что необходимо перечень документов собрать. Потом вот, получается, нами в понедельник был осуществлен выезд, и вот мы приняли, получается, все документы. Документы, обратившихся граждан, будут готовы в течение двух недель. Остальным жителям разъяснен порядок оформления удостоверения личности. Основной причиной несвоевременного обмена паспорта на удостоверение личности является отдаленность населенных пунктов от районного центра. В связи с этим органами прокуратуры работа в данном направлении будет продолжена и в других регионах области. Фариза Улбаева, Жаксулык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Исторические костюмы, макеты поселений древних людей и многое другое. Историка – географическая реконструкция. Так называется конкурс, который уже третий год проводится отделом образования. На конкурсе представлено около 25 работ. На конкурс Татьяна Етеревская представила костюм сакской царицы Тамерис. Великая воительница заинтересовала девушку своим характером и внешностью. Чтобы сделать костюм, Татьяна не раз посещала историко-краеведческий музей. Найден только головной убор, девы-воительницы. Школьница потратила полгода. Изготовление всего костюма заняло 9 месяцев. К этому конкурсу я начала готовиться в августе прошлого года. Расскажи дальше. Сначала я начала изготавливать кольчугу. Я вырезала пластинки из золотого картона, соединила их между собой и наложила их на основу водолазку. Данный конкурс проходит уже третий год и вызывает все больше интерес у школьников. Участники представили разработанные ими макеты поселений, архитектурных и скульптурных сооружений, относящиеся к различным историческим периодам. Целью мероприятия является пробуждение интереса у подрастающего поколения к истории предков, заявили работники отдела образования. Отделом образования третий год организуется конкурс «Историко-географическая реконструкция». Здесь участвуют в данном конкурсе учителя истории и географии со своей командой учеников. В процессе работы они изготавливают макет по девяти номинациям, которые предлагаются по положению данного конкурса. В конкурсе принимали участие 23 городских школ ученики пятых и восьмых классов. Всего было представлено 33 работы. В первом туре, который прошел в марте, жюри отобрали 25 лучших работ. И сегодня эти работы представлены в 52-й гимназии. И еще об одном. Карагандинцам больше не придется бегать по различным офисам компании «Караганды-Жарык», чтобы заменить счетчик, получить технические условия для новостройки и сверить показания приборов учета. Все эти и еще много других услуг с текущего месяца предоставляются по принципу одного окна в здании департамента распределения электроэнергии по адресу улица Муканова, 57, дроп-3. Карагандинец Алиби Ташкин один из первых воспользовался централизованным офисом городской РЭС. Здесь он за считанные минуты получил полную консультацию по замене электросчетчика и оставил заявку. По словам Алиби, новый принцип работы службы сбыта намного облегчит жизнь потребителей. Я пришел сюда, чтобы зарегистрировать свой счетчик, поменять счетчик. И очень быстро помогли, быстро организовали, уже все закончили. Сейчас иду домой и завтра буду ждать, когда придут собственные электрики и заменят его. Основным преимуществом единой службы сбыта является оперативность, заявляют сотрудники Караганды Жарык. Благодаря принципу одного окна упрощены процедуры получения техусловий для новостроек и снятия показаний с приборов учета. Также потребители смогут, не бегая по кабинетам, сверить суммы задолженности или получить новые счета за электричество. Потребителям было тяжело. Им надо было ехать на юг, потом ехать с юга на районы, потом обратно, если какие-то вопросы еще есть, обратно возвращаться, потом ехать в энергоснабжающую организацию. То есть это все-таки было неудобно для потребителя, считаю. А в настоящее время сейчас все службы объединены, все службы находятся в одном месте. Головной офис тоже находится у нас здесь. Новый централизованный офис объединил районные службы сбыта Юго-Востока, города и Октябрьского сектора. Единая служба расположена в здании ТО «Караганды-Жарык» по адресу улица Муканова, 57-3. Телефон нового офиса вы видите на экране. А я мамрина Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok